В эфире телеканал РБК УФА, региональный выпуск новостей. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Сотрудников Республиканской клинической больницы имени Куватова перевели на вахтовый метод работы. Об этом сообщили в Минздраве Республики. Сотрудникам предложили заключить дополнительное соглашение. Вахта продлится две недели и будет соответствовать сроку карантина, после чего медперсонал будет отдыхать. Это позволит им восстановиться морально и физически, считают ведомство. И подчеркивает, ключевым по значимости фактором являются размеры дополнительных выплат, в том числе за сверхурочные часы, работу в выходные дни и в опасных условиях. Как отметили в Минздраве, выходные дни не будут дополнительно оплачиваться, поскольку выходным станет период после карантина. Работающие в так называемой чистой зоне будут получать обычную надбавку размером в 10% за опасные условия. Те, кто по долгу службы трудятся в грязной зоне, непосредственно контактируя с инфицированными коронавирусом, 15%. Надбавки не складываются. В настоящий момент в РКБ имени Куватова находится 14 человек с подтвержденным COVID-19. Это 8 медиков и 6 пациентов. В Уфе глазной центр «Алла Плант» начнет работать как обсерватор для лиц с подозрением на коронавирус. А на базе клиники Башкирского медуниверситета развернут инфекционный госпиталь. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. В настоящий момент из центра «Алла Плант» выписали всех пациентов. Отменены все плановые операции. Предварительно для приема профильных больных медучреждения закрыли до июля. Сейчас там готовят 40 изолированных двухместных палат. Подготовлено 2 бригады медиков по 12 человек. Там нет необходимости нахождения такого оборудования, как искусственная вентиляция легких. Нет палат, которые должны быть строго регламентированы с подачей кислорода для терапии. То есть там будут находиться лица, которые были в контакте с пациентами, у которых диагностирована эта инфекция. Соответственно, в случае развития клинической картины, воспаления, симптомов респираторного заболевания, либо ухудшения ситуации, то они будут переводиться уже в инфекционный госпиталь для оказания планового лечения. Напомню, за минувшие сутки в Башкортостане от коронавируса скончались 2 человека. Это 63-летний мужчина и 73-летняя женщина. Об этом стало известно на брифинге в региональном Минздраве. Как сообщается, пациенты долгое время находились на лечении в больнице. У них были хронические заболевания. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике на этот час достигло 3 человек. Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 22 новых случая заражения. На данный момент коронавирус официально подтвержден у 129 жителей Башкортостана. В числе выздоровевших 9 человек. Продажи в салонах оптики могут упасть на 50%. Восстановить прежние показатели удастся лишь после окончания режима самоизоляции. Такие прогнозы делают представители медцентров республики. Сегодня в Башкортостане первый день, как салонам оптики разрешили работать после двухнедельного перерыва. По словам специалистов, потока посетителей не наблюдается. В связи с пандемией коронавируса жители республики стали с опаской относиться к традиционным способам покупок и предпочитают делать заказы через интернет-магазины. За две недели объем онлайн-продаж в салонах оптики вырос почти в 10 раз. Однако эти показатели несоизмеримо с живыми продажами, отмечают представители индустрии. Сейчас пусто абсолютно, заходят буквально один-два человека и случайно проходили мимо. Минимум 20 человек на обследование всегда были записаны и 20 приходили. Обороты большие были. Продаж контактные линзы покупали. То есть человек 15 в день как минимум точно за линзами приходили. У нас в оптике уже разделение есть, чтобы посетители стояли друг от друга на расстоянии полтора-два метра. Большими партиями запускать не будем. Если будет запись на прием, то будем их разделять по времени, чтобы не было столпотворения. В Ашкортостане расширили список организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции. Наряду с салонами оптики в регионе открылись парикмахерские. На данный момент в республике функционирует порядка тысячи предприятий. В том числе посетители принимают ряд кафе и ресторанов. Частные детские сады в Уфе не будут работать в режиме самоизоляции. В список дежурных могут войти только государственные дошкольные учреждения. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала начальник управления образования столицы Елена Хафазова. По ее словам, за последние несколько дней посещаемость дежурных детсадов выросла. На сегодняшний день в 44 группы ходят 554 ребенка, работает 81 воспитатель. Управления ожидают дальнейшего роста посещаемости. Открытие всех детских садов станет возможным только после окончания режима изоляции. График дежурных дошкольных образовательных учреждений обновляется ежедневно. Нужно обратиться к своему заведующему, заведующему того детского сада, который посещал всегда ребенок. И этот заведующий детского сада делает перевод в дежурный детский сад. Родители уже приходят со свидетельством о рождении, со своим паспортом, со справкой, что он вышел на производство непрерывное. И ребенка этот детский сад принимает. Ну, также речь зашла о поступлении девятиклассников в профильные классы. Для этого школьники должны будут сдать экзамены по русскому языку и математике. Таким образом, правила поступления в профильные классы скорректируют. Как сообщили в Управлении столичного образования, подобная информация появится на сайтах учебных заведений. В Башкортостане начнут возмещать часть затрат на создание или модернизацию селекционно-генетических центров. На эти цели в региональном бюджете заложено 350 миллионов рублей. Об этом на заседании президиума правительства республики сообщил вице-премьер Ильшат Фазрахманов. Инвесторы смогут рассчитывать на возмещение 20% от общих затрат. В первую очередь проект призван снизить зависимость башкирских аграриев от иностранной продукции. По словам Ильшата Фазрахманова, наиболее сильно от зарубежных партнеров зависят такие отрасли сельского хозяйства, как свиноводство, селекция крупного рогатого скота и производство мяса индейки. Если со стороны наших партнеров будет повышена цена, нам придется эту повышенную цену заплатить. Если наши партнеры остановят поставки яйца, соответственно, у нас весь бизнес останавливает вся линейка. Поэтому мне кажется, что это постановление является публичной офертой для всех российских и зарубежных инвесторов, которые говорят, что на нашей территории можно и нужно создать селекционно-генетические центры. В текущем году из бюджета республики на субсидии для создания селекционных центров выделено 250 миллионов рублей. В следующем планируется направить еще 100 миллионов. Как пояснили в Минсельхозе, на возмещение части затрат могут рассчитывать и уже работающие в республике предприятия. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите РБК Уфа и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин